Всем привет! Я на Невском проспекте в городе Санкт-Петербурге. Это новое видео на канале GadgetMoney. И сегодня я в очередной раз покупаю, помогаю точнее, купить телефон для своего, можно сказать, подписчика. И это очень интересная модель, хотя, в принципе, я уже о ней рассказывал. Давайте посмотрим, как это все делается. Также я отправлю прямо в этом видео, как бы скажем так, упакую. Ну и немножко пару-тройку секретов, как и что это все делается. И каким образом экономить на покупках таких смартфонов. Погнали! Итак, дорогие друзья, в общем, смысл в том, что я вам хочу рассказать более детально про рефы, чтобы вы понимали ситуацию. Многие из вас пишут, что, да что там, все комплектующие, скажем так, собран он из разных комплектующих и так далее и тому подобное. По поводу той проблемки, которая была в iPhone 7 на 256 гигов красным, который был на 32, собственно, в нем работает все, кроме Apple Pay. Соответственно, NFC-чип, скорее всего, не NFC-чип, а NFC-антенна, скорее всего, отсутствует. Поэтому вот такая вот борода. Тут можно долго спорить, но, знаете, я пользовался и тестировал гаджеты, которые непосредственно iPhone, восстановленные с Ali, которые покупаются тысячами, десятками тысяч штук. Посмотрите, есть проверенные продавцы. И пользовался и тестировал гаджеты, которые непосредственно продаются в России. Уже здесь поставщики привозят, и тебе не надо ждать вот эти 2, 3, 4 недели. Цена либо такая же, либо, может быть, даже чуть меньше. Собственно, по поводу самой истории про рефы. Как это все происходит? Как я говорил ранее, коробка у нас не оригинальная. Коробка эта у нас как пустышка. Она просто картонная, качество среднее. Для того, чтобы iPhone стал годным для продажи, и, соответственно, комплект для этого iPhone стал годным для продажи, ее нужно превратить в потребительский продукт. Для этого существуют конструктора, специальные конструктора наклеек. Вы, может быть, этого не знали, может быть, знали, но не знали, как это делается. Коробки поставляются в Россию отдельно. Аксессуары поставляются отдельно. То же самое происходит и в Китае, только в Китае это более масштабные процессы. Что касается самих аксессуаров. Все они не оригинальные. Вам может повезти, и вам попадут аксессуары хорошего качества. Ими можно будет пользоваться. Но в большинстве случаев, скорее всего, вы получите не очень хорошие аксессуары, которыми нельзя пользоваться. Поэтому во избежание проблем, мы же не знаем, хорошие они или плохие, лучше ими не пользоваться. Без разницы, купили вы айфон на Алиэкспрессе, или купили айфон в России, либо на Авито, либо еще какие-либо. Не надо пользоваться аксессуарами. Купите, хорошие, пользуйтесь. Далее. Вот такие вот наклеечки, которые вы сейчас видите на экране, они просто устанавливаются и наклеиваются на любую из коробок. Коробки это всего лишь такие вот пустышки. Так кладутся аксессуары. И, собственно, наклеиваются наклейки. Любую коробку можно упаковать в целлофан. Это стоит, ну, это и вообще ничего не стоит. Целлофановые пакеты, они просто бесплатные. Далее. Что касается непосредственно качества самих телефонов. Бывают телефоны с Touch ID и без Touch ID. Соответственно, первые с Touch ID дороже, без Touch ID дешевле. Почему это так происходит? Ну, потому что экономия на запчастях, там, где отсутствует Touch ID, примерно разница в цене. И 4 тысячи, и 5-5 тысяч доходит. Но пользователям, как показывает практика продаж у тех людей, с которыми вы отшиваете, они говорят, что примерно 50 на 50. То есть людям до такой степени все равно есть там Touch ID или нет, что ровно половина из них покупает без этого Touch ID. То есть, из чего я делаю вывод. На днях мне написал человек с просьбой, слушай, дай ссылочки на eBay, как бы купить телефон. Я ему говорю, есть ссылки под видосами. Ну, там типа поиск, какой продавец проверенный. Я говорю, ну, в принципе, поиск, сортировка, по отзывам смотри и так далее. Он говорит, ну, я говорю, можно у меня заказать, ждать не надо. Отправлю там в течение суток. Он такой, ну, окей, как бы, че почем. Договорились по цене, его все устроило. И я говорю, слушай, тебе какой? Он говорит, ну, мне, говорит, подарок, как бы, мне, говорит, все равно разница между шестеркой и шестеркой, как бы там тысячу рублей была. Давай, говорит, без Touch ID. То есть человеку на самом деле все равно. Он не перестал быть каким-то, ну, хорошим, плохим, без разницы. Он остался обычным пользователем. Ему все равно. Потому что сколько раз я говорил, даже восстановленный iPhone, если он хорошо восстановлен, проверен при покупке, и он работает, он в разы лучше, чем, допустим, какой-нибудь, ну, простите меня за эти названия, Prestige, Techset, какие-нибудь дешевые бюджетные ZTE-шки, они просто будут хуже по использованию, по юзабилити, по вот этому вот всему. Поэтому людям проще там за 10, 12, 13 тысяч купить какой-нибудь 6S-ку и пользоваться ей, и беды не знать, даже без Touch ID. Собственно, обратился человек, я на берегу реки Фонтанка в городе Санкт-Петербурге. Собственно, я человеку в очередной раз помог, сделал фото-видеоотчет, приобрел, постарался, проверил всеми способами, которые я знаю. Ну и, собственно, надеюсь, что единственный минус во всей этой истории, как бы человек не выбирал страховку во время отправки, хотя я всегда настаиваю на этом. Но хозяин барин, то есть я со своей стороны упаковываю все. Вы видите сейчас на экране, как это все происходит. То есть у меня пошагово прям, я в каждый, в каждый божий раз я записываю все на видео. Может быть, я это даже не выкладываю в интернет, не выкладываю на YouTube, не выкладываю на канал. Я это делаю для своей безопасности и для спокойствия человека. Мое отношение к каждой покупке, к каждому обращению это такое, что я покупаю здесь. Соответственно, можно сделать выводы. При всей той полученной информации, какую вы сейчас от меня получили, то есть у нас есть восстановленный телефон, предположительно, мы не знаем, из каких запчастей он восстановлен. Он работает, заявленные функции выполняет. Что вам еще надо? Вот что вам еще надо? Вы узнали обратную сторону медалей, что коробки это просто коробки. Не живите в иллюзиях, в иллюзиях о том, что просто вам приезжает телефон, чуть ли не Apple упакованный. Нет, коробки отдельно, аксы отдельно, наклейки отдельно. Так удобно. Так людям, производителю, удобно. Целая индустрия на этом зарабатывает. Единственное, конечно, я все-таки голосую с Touch ID. Хотя, в принципе, я пользовался 6S-ками без Touch ID. Прекрасный телефон. Прекрасный. Ну вот ничего плохого сказать не могу. Кто-то скажет, да там экран сразу видно, там то, сё, пятое, десятое. Да ни хрена там не видно. Там экран ровно такой же, какой он в оригинале, только он именно как запасная часть заменен. Где вы можете заменить официально экран, в каком сервисном центре? Вам везде поставят точно такой же. Точно такой же экран, как стоит в восстановленном айфоне. Далее. Касается, касаемо семерки вот этой вот. Ситуация такая. Я приехал, сказал, прошло 10 дней, я выпустил видео, я посмотрел, сколько стоит поломка. Выяснилось, что стоит мне порядка 200-300 рублей. Поставить NFC-антенну максимум, что может пойти не так. Окей, поставил NFC-антенну, как бы, ну, её надо заказать. Я, собственно, у поставщиков спрашиваю, я говорю, ребят, так и так, вот такая ситуация, как бы, они окей, давай, как бы, ну, поменяем. Давай поменяем. Я достаю телефон, и единственное требование, это чтобы на телефоне не было ни малейшей царапины. При проверке, то есть, почему вот я вот так долго заморачиваюсь во время покупки, я по 2 часа, иногда по 3, иногда по 5 часов сижу, проверяю, если это несколько телефонов. Во время тестирования телефона, я им, собственно, пользовался в течение там нескольких дней, на яблочке появились микроцарапины. И китайцы, мать их за ногу, они не принимают такой товар к возврату. Ну, потому что вот так, потому что цены дешёвые, потому что вот у них такие требования. То есть, мне бы заменили без проблем, потому что я не первый раз у них беру. Не потому что есть гарантия какая-то, а потому что люди просто вошли в ситуацию. У таких телефонов гарантии никакой нет. Потому что вы платите в 2, иногда в 3 раза дешевле, чем, допустим, вы заплатили бы в какой-нибудь Евросети. Вот и всё. То есть, если бы не было этих царапин, мне бы сейчас предложили бы другой телефон, я бы опять его проверил. Пожалуйста, просто в следующий раз я буду ещё умнее. И проверять там на семёрках, как бы там, ну, восьмёрках, скорее всего, не будет, потому что там есть нюансы по именно запрету Apple, там есть какое-то ограничение, как бы, на запчасти. То есть, там на уровне софта это всё ограничивается. То есть, пока не стоит ожидать восстановленных восьмёрок. Всё, что продаётся, всё навьё. Либо бушный рынок. Как-то так. Как-то так, дорогие мои. Это мой большой, долгий, может быть, но честный рассказ обратной стороны медали рынка восстановленных айфонов в России. Я знаю ещё больше. Но если бы вы проявляли ещё больше активности, я бы вас посвятил более, скажем так, более глубокие коммерческие тайны всего этого предприятия. Не вообще, а в частности. Поэтому, чтобы не пропустить новые видосики, ставьте там лайк, подписывайтесь на канал, share, колокольчик обязательно нажмите. Это очень поможет мне. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Подписка там, телега есть, чат, ВКонтакте, группа. Собственно, все ссылки на проверенных продавцов будут в описании под этим видео. Ну, а если вы хотите купить в России, проверенный мною лично айфон, восстановленный любой модели, вплоть до 7+, любой памяти любого цвета, пишите мне. Пишите, пока курс доллара не вырос там до каких-нибудь непонятных размеров. В общем, с вами был Павел. Набережная реки Фонтанки. СПБ, 2018, апрель. Пока. Всем сосайкам. Жопа, разорвишку, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok